вот сейчас поймите меня коллеги да кто вот мы строим людям дома ты представь у человека он берет либо ипотеку вот на что он грузится этот человек либо он продал квартиру я же начинал стройку когда я но потом запишу историю я поговорил с родителями они говорят давай кирилл доверяем продаем квартиру снимаем на три месяца жилье ты за это время строишь и дом и мы переезжаем кирюха блять врюхался там на полтора года расскажу потом историю и потом чтобы не из нее вылезти у меня вот эти все моменты которые передаю в коротких роликов это мой прям вот реальный опыт ну как сказать я вот так выкарабкивался дом поставил продали ну как пожили потом решили продать вторым этажом не пользовались вышли но я говорю к чему представь ты берешь у человека деньги суммы не маленькие там даже если брать минимальный дом там какой-то там 2 миллиона 3 миллиона даже миллион это у человека это ты можешь миллионами крутить понимаешь у тебя глаз может быть замылен ты сегодня взял договор взял завтра договор понимаешь миллион туда миллион сюда миллион обратно пришел ушел но у тебя замыливается глаз для тебя это ничего такого для тебя это просто бумажки а для человека это целая жизнь во первых принять решение это нужно времени сколько себя загрузить подлечить, уговорить и так далее и тому подобное, потом взять ипотеку либо продать, ну, квартиру и купить жилье а потом люди врюхиваются во-первых, конечно им тяжело, но передать деньги у них есть сомнения, а прикинь, ты выступаешь в своем регионе, да я начну вам без денег делать даже, ну, взять забор, ну, что там, блять 100, извиняюсь, 100 метров 50 возьмем, чапа, 50 метров забора возьмем, на 2,5 20 столбов 3 метровых 10 столбов тебе нужно 6 метровых они стоят полторашку это 15 тысяч рублей ты приехал со столбами, начинаешь бурить ты затратил 15 тысяч рублей, но ты сразу закрыл человека в этот, да, и это тебе не позволяет косячить, ты же сам себя подтягиваешь на другой уровень, понимаешь ты же понимаешь, если ты накосячишь тебе люди не отдадут деньги, во-вторых тебе, ну, лояльность, быстро закрываешь в сделку, так ты эти деньги 15 тысяч рублей, ты же заберешь их сразу же в этот же день у заказчика и еще больше он тебе даст на поперечки и на краску и на электроды ну, это у тебя не будет я помню, Лех, не в обиду тебе Лех, не в обиду ну, была ситуация, мы как-то объединялись с парнишкой по ограждениям лучший там сварщик янтаря, топовый Леха, а я по привлечению клиентов объединились с ним заключаем договора, он 80% предоплаты откуда у меня вот эти 80% я говорю, Лех, ну зачем тебе это и постоянно кассовый разрыв из-за этого понимаешь, деньги же они не статичны понимаешь, в карман ты у тебя представь, тебе лежит ну, ты взял предоплату миллион ну, представь, да ты, конечно, пошел там, блядь, игрушку купил там, сушки, ну, не знаю, на каком-то уровне там, резину там, машину ну, починил, ну, залез же туда понимаешь, а потом залез начинаешь себя уговорить, еще залез а потом я тебе скажу, через один объект у тебя, ты будешь брать 80% предоплаты чтобы закрыть тот объект предыдущий а на этот объект, где ты сегодня взял предоплату 80% заказчик сидит, он не понимает но его деньги уходят туда потому что вот этот, мистер Икс, понимаешь он любит денежки просто, ну, потратить не свои, чужие так этого я вам говорю пользы вы убегаете от кассового разрыва второй момент, у тебя всегда деньги есть кубышка копится, чтобы начинать без предоплаты ты же себя под это, ну, настраиваешь третий момент у тебя мотивация не падает почему люди останавливают объекты ты начал делать, ты сделал деньги взял 80%, потом ты приходишь туда понимаешь, у тебя денег там нету ну, кому охота идти, понимаешь ну, да, ты въехал вот в пень все, деньги, и ты начинаешь чуть-чуть, через раз а потом уже ищешь в этом заказчике какие-то, ну, недочеты чтобы зацепиться за него и как-то оправданно соскочить, понимаешь поругаться это все будет в твоей жизни так зачем тебе туда идти, если можно, ну, по-нормальному строить и снять вот этот груз, вот это переживание с того заказчика, который сегодня продал квартиру либо взял ипотеку просто когда ты подумаешь в этот момент у тебя, мне кажется, по-другому ну, нужно на рыбалку нужно идти не с клубникой, а с червями ну, понимающий поймет меня сейчас